Наш эфир продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые слушатели. Итак, очередной выпуск радиоблога. А я Игорь Цесарского. Микрофон. И сегодня у меня в гостях мой коллега-издатель из Нью-Йорка. Издатель-владелец очень известного издательства под названием «Либерти». Красивое, хорошее название. Он, к тому же, ещё и человек пишущий, и человек анализирующий, потому что это политолог Илья Левков. Илья, добрый день. Добрый день, Игорь. Ну, сразу скажу, что мы с вами надолго не простились на сей раз. Да. Вот буквально несколько дней назад Илья был гостем ТВ-клуба «Континент». Мы с ним, я думаю, интересно поговорили. Теперь эту запись вы, при желании, можете послушать, если зайдёте на YouTube. ТВ-клуб «Континент» и как раз что-то из того, о чём мы, наверное, и сегодня продолжим разговор. Потому что тема у нас была, в принципе, о идущем ещё в те дни съезде демократической партии. Мы поговорили не только об этом. Но сейчас вроде бы уже можно вбить тот самый гвоздь в этот съезд. Потому что уже сегодня начинается съезд другой партии. Но от вас бы я хотел услышать ваши конечные впечатления того, что там происходило у демократов. Это первое. И второе, не могу сразу об этом не сказать. Как вам нравятся вот те ренегаты, которые республиканские, которые вдруг создали аж целое движение? Как я знаю, республиканцы за Байдена. Чёрт подери. Как вам это нравится? Я рад, что есть только две партии. Слушайте, а то я бы замотался в ваших руках. Вы, парень, молодой, энергичный. И у вас есть одна программа. Мой фронт. Слушайте, мой фронт – это как тот железный занавес. Севера до Дарданелл. Знаете? Да, интересно. Я помню, мы затрагивали именно тон и ключ, как это всё закончилось. Как ни странно, знаете, это всё-таки не ах ты, важно. Ну да, важно. Понимаете? Да, важно. Как это было сделано. Я видел, что мы подойдём именно позже к деталям республиканской партии. Но я был занят, должен вам сказать, и в прошлую пятницу, и сегодня. Я люблю смотреть, как сказать, ну, самые первичные новости – это СИСПЕН, который идёт. И там было заседание насчёт почты. Слушайте, это очень-очень интересно. Вот как бьют, кого бьют и за что бьют, понимаете? У меня даже нет записей при себе, но я помню эти детали. Невероятно. Даже ключевая заседающая, я её знаю лично, она конгрессмен Мелони с восточной части Манхэттена. Я встречаюсь плавным образом с ней и с целой делегацией Нью-Йорка. Есть такой завтрак в еврейской центральной организации. Здесь каждый год встречаемся со всеми, значит, и с сенаторами, и конгрессменами Нью-Йорка. И это очень, ну, это про UGA и всё такое. И там она милая, тихая. И я был удивлён вообще. Вот я её, кажется, вижу первый раз перед микрофоном в Конгрессе. Уф, уф, какая, уф, какая девушка. Почти как та анкопулемётчица у Чапая, знаете. Невероятно, ну, прямо грубости. Она говорит, а там была вещь. Мы получили из нашего источника 26 страниц внутреннего, так сказать, доклада. А что происходит? А этот парень нам всего лишь 70 дней на этом посту, понимаете? Да, она начала его, мы знаем, что вы дали миллионы на Трампа. Да, мы знаем, то всё. Но и бьёт его. Почему вы нам не сказали, что есть такой документ? Почему вы нам об этом ничего не пояснили? Почему такое? И вообще, знаете, я был удивлён. Он просто вот, человека, который я знаю, я с ним поменялся пару слов на это. И после этого, это завтрак такой, приходят там, приходят дипломаты там очень много на эту встречу. Каждый год. Я, например, там встретился года 3-4 тому назад с послом Литвы, Белоруссии. Есть, я не знаю, какие-то азиатские страны, далеки-далеки, филиппины. И вообще, они смотрят, они приходят на эти доседания смотреть, как, так сказать, еврейское лобби ведёт себя и создаёт этот диалог с полной... Ну, там не все, но там примерно около... Полная делегация конгрессменов с Нью-Йорка, это где-то 36. Ну, те, которые, скажем, далеко-далеко, они не приезжают. Но с города и вокруг, у города, есть где-то 25-26. Всегда есть такие. Поэтому вот мой... С моим я давно знаком, много-много лет. Это Джерри Надлер. Всем известный Джерри Надлер, который... Ходит с крестом и с чесноком и пугает... Илья, я думаю, наши слушатели завидовать не будут этому знакомству. Вот мне есть такое ощущение. Ну, знаете, он... Мы с ним разговариваем. Он был невероятно ещё на... Я знаю, как-то 50 килограмм больше. Ему срезали желудок, и он сейчас более-более... Но всё равно он такой и был невероятный. Вообще-то он промахнулся. Он требовал, что было в прошлом году, он как глава юридического комитета, он требовал, дайте мне, у меня опыт. Я почти Никсона честил там как следует. Дали ему, и он был слабоват. И поэтому вот это ведущество взял и перенял конгрессмен Адам Шиев. Понимаете, он более такой. А наш сидел-сидел там. Ничего, хмык-хмыкал. Получил полно времени у телевизора, стал более известным. Никто его со своего постания... У нас здесь все. Где-то был старый-старый анекдот, кажется, Реган. При Регане ещё он проезжал в Манхэттене, в той части Upper West Side. Он говорит, вообще, он говорит, здесь ни одного голоса никто тебе не дал. Ты в пустыне находишься. Поэтому я говорю это насчёт того, что Джерри Надлер, он совершенно сидит в седле, и никто его и выбить не сможет в нашем регионе. Хорошо. Ну так что в итоге на этом заседании? Вердикт какой-то? О, вердикт? Нету вердикта. Но я вам... Жаль, у меня в другой комнате оставил цифры. Но я их помню. Ну неважно, это не так. Я вам сказал, нет, здесь идёт две вещи. Во-первых, он сказал, что вот всё то, что было в пятницу, и провели это, и одобрыли 25 миллиардов долларов, это вообще ничего не изменяет. Это вообще. Потому что сегодня у них есть плюс в федеральной почте 8 миллиардов. 12, извините, 12 миллиардов. Если же снижают, и она дойдёт до 8 миллиардов, чтобы они не потерялись, у них есть добавочные, готовые в госбюджете для них миллиардов. Но ничего здесь не произошло, понимаете? И это просто паника. Вопрос вот это своего рода импичмент. Поймите, это своего рода импичмент, который имеет практический элемент. Какой же практический элемент? Ведь уже опять возрождают. Помните вопрос, который Гиллери дала Трампу в дебатах? Если ты проиграешь, ты примешь результаты. Этот вопрос сейчас был, так сказать, со шприцем внесён в нашу политическую атмосферу. И опять, если опять победят, примешь ли ты, президент Трамп, эти результаты? Сейчас. Он, конечно, говорит, конечно, да. Но что происходит? Происходит то, что здесь есть инъекция, как голосовать. Сейчас. Я не помню, ли я пояснял это или нет. Нет ли да, скажите. Насчёт голосования есть здесь 3-4 уровня. А именно как 3-4 уровня с участием Федеральной Почты, понимаете? Только об этом идёт разговор. Сейчас. Федеральная Почта. Есть штаты, которые говорят, можно посылать. Если вы закажете, я, например, сижу на воссайде и говорю, хорошо, я хочу голосовать по почте. Я вещаю 3 месяца, 2 месяца, 3 месяца до этого. Пришлите мне формулятор. И тогда я этот формулятор заполняю и могу отослать по почте или могу также прийти в участок. Сейчас. Кто это делает? Это делают главным образом те люди, которые не будут в городе в это время. Это одна вещь. Вторая вещь, когда всем 160 миллионам людей, 150 миллионам, те, которые имеют право голосовать, высылается. Значит, больше. В прошлый раз голосовало 60, 120, 125, которые было, а полностью было бы 180, если даже не больше. Значит, идёт разговор, что сейчас можно выслать всем, значит, тотально всей стране можно выслать эти формуляры, которые должны быть заполнены и которые должны быть опущены в почту. И которые только так. Сейчас. Это решает каждый штат отдельно. Понимаете? Есть пару штатов, где это уже дело в Неваде, кажется, или некоторые громадные штаты, где количество населения менее 2 миллионов. Это можно ещё как-то делать. Но почта к этому не готова. Есть есть и опять. Почта – одна проблема с почтой. Потому что почта требует... Есть законы, что надо, чтобы на формуляры было число отсылки вашего голосования до выборов. Другие говорят, нет, это может быть 2-3 дня позже, смотря откуда это идёт. Конечно, если это идёт от военных, дипломатов или американцев за границей, скажем, они взяли это с собой перед тем и не выслали обратно, хотя уже можно высылать обратно. Это раз. Вторая вещь – это если от людей, которые находятся здесь и приходят поздно. Если они говорят... Об этом идут споры сегодня. Например, 3 ноября они говорят, нет, если даже будет печать, что это было послано 7 ноября, это окей. Слушайте, 7 ноября – это уже 4 дня после голосования. Более того, вот эта штамповка даты, почта говорит, она не может провести все 180 миллионов этих конвертов с двумя, там 2-3 конверта внутри и с указанием даты. Они говорят, мы не сможем всё это сделать, мы на это не построены. Перестроить почту во время этих двух месяцев невозможно. Кстати, потенциальные, реальные, которые известны. Я думаю, я говорил на эту тему, она слишком знакома мне. Значит, когда я вот... Как считать, например, если пришла почта, неуверенные, люди неуверенные, если там подпись оригинальная, и с чем её сверить, понимаете? А если они не были в списках, и там не было их... Знаете, в списках есть всегда, когда вы приходите лично, прежние ваши голосования, и там есть ваша подпись, они могут сверить. Понимаете? И заполнить её. И все эти проблемы невероятны. В общем, в чём дело? На этом этапе это стало своего рода импичмент в новом костюме. Понимаете? Ах, вы, вы творите такое дело. И он, этот... Диджой, называется этот новый секретарь почты, он говорит, я никаких указаний не давал, я не снижал. Можно работать добавочные часы. Наши траки выходят сейчас 98% вовремя. Понимаете? Значит, он говорит всё это, а она стреляет из политической пушки. И вот это очень опять, когда вы смотрите прямо заседание Конгресса, и у вас есть знания и немножко памяти, то, конечно, вы видите эту невероятную... Расстрел прямо. Идёт расстрел. В чём дело? Даже если из этого ничего не выйдет, 4-5 часов заседания были антитрамповские. Стреляли все по одному. Да, есть там его. Я же так же выступаю. Например, она сказала, она высказалась. Первое слово она говорит, я даю себе. Потом она дала слово главному из республиканской партии в этом комитете. Потом она дала слово ведущему, второму человеку с демократической партии. И тот говорит, одну секунду, а почему же вы даёте слово выступление второму человеку из партии демократов, но не даёте это нам? Она говорит, мы как-то говорили... Да, я с вами не говорила, но я думала, что мой аппарат разговаривал с вашим аппаратом. И якобы это понятно и дозволено. Я просто не знаю, как это произошло. Она, да, извиняется перед всем этим. Но факт остаётся факт, что, понимаете... И, конечно, те, которые обвиняют, имеют тон, имеют позицию того, что вы ещё придумали, чтобы замедлить нашу гордость нашей почты. Наша почта не уступает тому ленинградскому почтальону. Понимаете? И несёт, и несёт, и несёт, понимаете? Невероятно, поучительно, понимаете? И мне не нужны комментаторы. Я слушаю это и вникаю, и понимаю лучше этих молоденьких комментаторов, у которых вчера вышли... Илья, всё это делается, как вы уже говорите, далеко не случайно. Весь этот сыр-бор затеян исключительно с одной целью. Ведь демократическая партия всем своим поведением и всеми основными головами говорящими даёт понять следующее. Сколько Трамп, сколько они не приемлют никакого иного результата, как победу своих двух кандидатов. Правильно, но им это даже не нужно. Им нужно создать суматоху, смутные премии. Вот я не помню, где вы были 20 лет назад, когда были эти голосования во Флориде. Как вы знаете, концовка, я начну с конца. Был вовлечён Верховный суд США, Верховный суд Флориды, которые не имели права вообще-то. Они не занимаются этим... В Флориде Минский суд имел право пересчитать. И он сказал, пересчитаем только там три дистрикта. Такие, где вы голосовали, Брауэрт и т.п. Сейчас достаточно, и им взяло это пять недель. Пять недель не было результатов. Там голосовали где-то 7 ноября, кажется. Результаты были 12 декабря. 12 декабря было смутное время, понимаете? И даже достаточно того, чтобы сказать, ты же, несмотря на всё, что мы нашли, ты всё-таки вор и ты украл. Понимаете? Вот где дело. Создаётся вот эта атмосфера. Винят кого-то, проверяют. Нету достаточно, но ты всё равно вор. Мы знаем тебя, ты воровал ещё в семье. Кого твоя племянница даже говорит, что ты вор, и твоя сестра, которую записали секрет на 15 часов, тоже говорила, что ты тот мальчик. Понимаете? Вот к чему всё это сводится. Сейчас. Есть ещё там различные вещи, но они существенные. Эта атака, она имеет много таких псевдофактов. Например, есть фотографии, где видят машину, трак, такой флетбэк трак, на котором стоят 15 синих коробок почты. Ага, вот они. Они снимают почту в тех районах, где большинство демократов. Что демократы, которые будут... Ведь они не могут опустить это. Им нужно идти, боже упаси, ещё пять блоков с калами. Понимаете? А это так трудно идти с палочкой и всё такое. В общем, здесь столько-столько... А люди, умные люди, разумные люди удивляются, ну, потому что Трамп может всё, потому что он не только этот вот, ну... Соловей-разбойник. Узурматор власти. Хорошо. Он узурматор делает... Поэтому это всё накладывается, понимаете, на какую-то сетку, скажем, не на доску, но какой-то... И всё это получает какую-то массу. И эта масса говорит, неужели это всё бронё? Не может быть. Часть этого должна быть правдой. Но люди, люди ищут для себя какое-то даже, понимаете, незнающие, невинные, скажем. Те, которые идут с финками в зубах, это ничего не измельеет. Но те, которые даже открыты и понимают, говорят, ну, не может быть столько инфа, столько против него этой негативной информации. Надо... Илья, я вынужден сказать, что может быть, ещё как может быть, но мы сейчас это не будем обсуждать, а мы уйдём на небольшую рекламную паузу, а потом продолжим эту интересную тему. Окей. Возвращаемся в программу Игоря Цесарского. Радиоблог. Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Да, ну мы продолжим. Единственное, я вам напомню, что у нас сегодня в гостях Илья Левков, это издатель, издательство «Либерти Политолог». Вот если кто-то нас смотрит, то можно вот-вот-вот показать книжки. Дело в том, что их вышло за годы... После нашего разговора родились аж две. Аж две, вот так даже. Да. Мы тоже сегодня упомянем, несомненно. Учитывая, что разговор был несколько дней назад, да? Пятницу. Пятницу, ну вот так. Ну, с такими стахановскими темпами вы не дадите Америке скучать, тем более, что уже, насколько мне известно, более 800 книг издано за годы. И причем некоторые из них, которые, скажем так, со знаковыми авторами, они просто эти имена знают весь мир читающий. Ну, хорошо. Мы остановились на вот этой почтовой... Давайте примем звонки, Игорь. Да, звонки, конечно, мы примем. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мы знаем, что у нашей комсомолки Александра Авария-Кортес очень большие амбиции, и она на следующий год, когда подойдет время перевыборов сенатора Шумера, пытается захватить его место и стать лидером среди демократов сената. Вот. И не кажется ли вам, что вот на съезде она не поддержала Байдена? Может быть, у нее есть желание также стать через 4 года президентом США? Как вы думаете? А не выйдет, отвечаю, надо быть 35, ей еле 30, то она не сможет. Она сможет, потому что ей будет 36 как раз-таки в момент выборов в 2024 году, а ей будет 36, и она сможет стать президентом, баллотироваться хотя бы. Да, ну, это, правду, натяжка и с этой. Вопрос, да, она, 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 она пояснила то, что она не проголосовала, не выдвинула, так сказать, Байдена, а Сандерса, это тем, что она говорила от блока, который поддерживал и продолжает поддерживать Сандерса, а не блока Байдена, который принял часть их условий, но они хотели бы больше, потому что, вот если эти, принять все эти условия, то, во-первых, надо было доделать ультиматум Израилю, бросить все эти поддержки, бросить вообще вот эту общую политику, которая вот была принята, ведь она была принята под нажимом и, конечно, там торговались и, конечно, там говорили, эй, ребята, мы понимаем, подмиргивая одним другому, мы понимаем, что вы желаете, мы туда дойдем, но это преждевременно и во всяком случае не перед выборами, мы можем говорить об этом и решать это и после, ваши требования только после выборов, поэтому там был такой якобы формальный компромисс, он принял, но не принял все сто процентов, он принял каких-то девяносто пять, я бы сказал. Еще звонок. Да, ну, да, и сейчас звонок, хорошо. Пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Оливков, у меня такой вопрос, конечно, трудный, но, может быть, вы подскажете, как можно избежать фальсификаций? Мне кажется, что страна проголосует за Трампа и, дай бог, за республиканцев. Даже в нашем левом штате предыдущий губернатор был республиканец, так что это возможно. Но как сделать так, чтобы они не сфальсифицировали, не, как говорится, не сделали то, что они делают всегда, только в намного большем масштабе? Понятно. Спасибо за вопрос. Стараюсь ответить. Вообще-то не надо слишком много фальсифицировать, надо просто сделать туманную ситуацию или, вот как я говорил, перегрузить перегрузить систему. Помните, перегрузить, это было словечко Гиллари, на той красной кнопке перезагрузить, они написали перегрузить. Вот перегрузить эту систему, машину государственную, которая просто лопнет и не сможет функционировать. Это, между прочим, явная, открытая цель, которая еще, Соль Алинский, вы знаете, с 46-го года, с вашего Чикаго, профессора, дети. Я всегда буду бросать, не только моих сменов, чтобы был какой-то баланс. честный. Окей. Да, бросайтесь, кто хотите. Поэтому, это я наяву, значит, вся идея перегрузить систему, чтобы она лопнула, и тогда государство, например, нет воды, нет электричества, от кого требовать, от фирмы этих, или от частных предпринимателей, значит, государство виновата, или, или не виновата, то оно должно решить, и оно тогда решает, оно решает одним из путей, это то, что нельзя выходить из дому, после шести, нет электричества, нельзя выходить из дому после шести вечера, своего рода комендант вечер, час, понимаете, такой, потому что бог знает, что делают, могут делать пожары, нет воды, пожарники не смогут, предлогов можно придумать без конца, понимаете, но, вот эта, эта концепция, она очень рабочая, она, она и проверена уже, смотрите, вот лопнула система полиции, да, в наше время в Сиатле и в других городах, даже в Нью-Йорке, понимаете, она лопнула, значит, с одной стороны они продолжали разрешать это, чтобы еще она по-настоящему, по-настоящему, чтобы был кризис, и тогда, тогда губернатор вводит, скажем, губернаторскую гвардию, понимаете, или национальную гвардию требуется, якобы государство спасает все, значит, тот, тот факт, что именно мы становимся абсолютно зависимы от государства, об этом прямо невероятно, вот, просто скажу, даже вот это право защищать себя дома со своим оружием, официально дорегистрировано, нельзя носить его, только дома, вам врываются в дом или угрожают, и вы не можете ничего делать, потому что если вы, чтобы остановить, приостановить, вы можете выстрелить один раз в воздух, но если толпа рвется на вас, конечно, тогда приходится пользоваться таким оружием, и, конечно, тогда поди, объясняй, почему у тебя был страх, на основании чего, что они были одеты не в гавайских рубашках, а в черных, и с масками даже черные, понимаете? Я вынужден вас прервать немного, потому что есть звонки, и мы просто попытаемся еще кого-то услышать и ответить. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло, здравствуйте. Будьте любезны, скажите, чем таким отличалась речь Камала Харрис, что она некоторым как-то понравилась. Можете мне объяснить? Спасибо. Спасибо за вопрос. Илья, читайте. Смотрите, она молодая, обаятельная женщина, ходит практически всегда в штанах, у нее также напор политический, она была выбрана именно как кандидат динамический и который может нападать, потому что ведь всего пару лет назад вы помните с каким жильянством она нападала против кандидатуры Верховного Суды. Прямо это вот, вот, понимаете, вы должны получить такой своего рода инстинкт, значит, это знание, которое переводится в инстинкт и это становится наукой своего рода, потому что вы воспринимаете потом вот через эту линзу, невидимую, но обреченную линзу, вот чем отличаются коренные от некоренных и поэтому она пойдет на все, она была выбрана для того, чтобы она была, так сказать, доберманом, чтобы она нападала, потому что Байден не может, энергически он не может, понимаете, и даже его прячет, если он будет настоящий на передовой, на передовой, не пред прессой, пред народом, в дебатах, вы увидите, будут невероятные осечки, поэтому должен был быть кто-то, который вот мог бы так нападать прямо и защищать своего президента. А скажите, вы не заметили случаем такой вещи, что она не сильно-то упоминала выбравшего его ее Байдена, это с одной стороны, а с другой такое ощущение, что она уже себя видит вот на первой роли, а отнюдь не на второй. Да, вы правы, потому что вот я смотрю, даже сегодня в Конгрессе, знаете, вот выступающие, и было такое немножечко и до поклонства. Мы обязаны нашему президенту, он активный, он динамический, всегда всех. Вот, например, вчера в интервью, когда были этот доктор, я вспомню его имя, невероятно, тот же специалист по выборам у Левина, Ханс фон Спаковский, все такое, они всегда, когда далеко-далеко, они говорят, мы благодарны нашему. Значит, я думаю, здесь перегрузка, для меня это немножко слишком, потому что это вот, но те, но и никто им не дал эту команду, понимаете, а здесь он ее только что выбрал. Давайте вспомним, интересно, вы помните поведение и слова, которые пользовался первым еврейским вице-президент в кандидате, который бежал с Алгора. Вы помните их слова? Мы так благодарны. Он, Джосеф Ливерман и его супруга Хадаса, помните ее имя? Хадаса. Они говорят, Хадаса и я, мы так благодарны этой стране и Гор Ливерман, который дал нам. Значит, они исходили из явной еврейской точки. Мы евреи, мы пришельцы и мы получили такое право, понимаете? То вот там, якобы, меня удивило, удивляло это очень-очень, но он сказал раз, ну полтора раза, но нельзя это повторять без конца, он полноценный гражданин Соединенных Штатов, понимаете? Я не знаю, четвертое поколение. И вот этот намек, который он всегда, мы всегда благодарны этой стране. Причем, вы, вы у вас их брали, вы напарник, между прочим, вы помните вот этот важный элемент, сколько, какое количество голосующих Буш, Буш получил, Буш получил во Флориде в 2000 году и выиграл Флориду и выиграл страну 537. Между прочим, есть эта организация, знаете, 538. Эту цифру легко допомнить, потому что 538 есть специальный политический сайт, который оповещает новости именно. Дойдите, посмотрите. Поэтому, поэтому, да, то здесь было очень часто, вот я, когда выступает Трамп, скажем, с его научными деятелем по медицине насчет вируса, вот эти люди тоже, значит, довольно часто, кроме Фаучи, вот Фаучи не говорит, никогда не говорит, я благодарен президенту за его активность. Дело, понимаете, несколько выражения благодарности, но оно смущает так же, как эти громовые аплодисменты бесконечные и шарики, которые это все атрибутика такая несколько, нам напоминающие, тем более, с этими аплодисментами кое-что из той же истины. Специфически это были аплодисменты, бурные аплодисменты, переходящие в овации, все стоят. Там было, там было, по градации было, да, там производился нокаут такого рода. Совершенно верно. Так вот, это, да, не впечатляет, но с другой стороны, когда, в общем-то, она выбранная из разряда, сразу же там было обозначено, что выбрать надо женщину, цветную и так далее. Но интересная вещь, вот ее же характеризует в первую очередь что? Что человек, который позиционировал себя как представитель одной расовой категории, да, как человек, которая в первую очередь, она вспомнила о маме тогда, что она, происхождение, она пишет, тамилка, да, ну вообще индус. А вдруг она становится, когда партия сказала надо, комсомол ответил, есть, тут она стала афроамериканкой. Причем в афроамериканку она никак не может вообще считаться, по причине того, что она вообще-то там ямайский папа и и в принципе она может иметь черную там часть негритянской расы, но она не афроамериканка, по сути, то. Я думаю, я думаю, что это где-то и всплывет, потому что, слушайте, неподобные ей будут активно голосовать за нее, подобных ней очень мало, понимаете, потому что это смешанная раса и еще эмигранты, но афроамериканцы, которые должны были быть, которые есть и которые неоспоримы, их обошли, понимаете, есть, есть этот элемент, что их обошли, почему не настоящий полный наконец, когда, как в том, как Пушкин говорил, когда же ты станешь полным наконец? Ну, дело в том, что пусть не обойденные, но в чистом виде афроамериканская женщина, которую звать Мишел Обама, она ни слова не сказала, Да, но она супруга, она супруга, она не вице и не президент. Ну, в любом случае. Ну, хорошо, это их вот такого рода характеристики, как бы лишний раз говорят о том, что выбор у демократов был весьма весьма специфический, но вот что меня вот не могу сказать, что волнует и не могу сказать, что удивляет, потому что удивляться мы уже отвыкли, что такое удивляться по нашей жизни нынешней. Вот, смотрите, неужели вот все большинство демократов верные этой партии, люди самых разных профессий, социальных слоев и так далее не видят, что есть такое Байден и что есть такое Камала Хэдд. Нигде, в отличие от республиканцев, которые вот опять вспомню, что вот выступили открыто против Трампа, говорят, они будут за Байдена голосовать, неужели вот из этой всей гвардии вот сторонников демократической партии нет таких, которые бы сказали, мы не можем за это убожество, которое вот пытаются в Белый дом завести, голосовать, это неправильно. Да, но они члены партии с 905 года. Все? Да, все. Все? Все. То есть, такой монолит. Не хочу рассказывать старый похабный анекдот. Ну, не надо похабный анекдот. Дело в том, что мы вот буквально оказываемся в ситуации какой-то вот совершенно нам что, одна партия нужна теперь? Которая потом будет на веках? будет, я вам хочу сказать, сейчас, давайте подаем всегда. Конечно, есть много людей, которым это неприятно, которые хотели бы видеть настоящего вождя и были такие и есть такие, понимаете? Слушайте, и есть такие. Между прочим, вот сейчас, например, почему никто не говорит ни одного слова? обвиняют Трампа на основе вот этого разговора его сестры, которая, судья, которая в своей речи сказала, я думаю, что был кто-то, который за моего брата сделал, дал экзамен SAT. Она говорит, я думаю, извините, в истории Америки есть классический пример, когда кандидат в президенты наяву и знали кто и что послал человека вместо себя сдавать экзамен по-испански. Кто это был? Эдвард Кеннеди. Эдвард Кеннеди в Гарварде попросил друга, слушай, мой испанский слабый и я его не могу улучшить, поди и сдай за меня. И сдал. Но это все известно. Простите, сегодня даже нету ни одного республиканца, который мог говорить, вы слышали это сегодня по радио где-нибудь у Левина или у этого, ну, во Флориде или того же Геннеди. No! Это уже старая вещь, которую забыли. Уже есть поколение, помните, было, как описывается, извините, за мой библейский отход, и вот пришло поколение, которое уже не знало правды. Понимаете? Да. Ну, смотрите, в любом случае, кто там знал, кто не знал. Но я возвращаюсь к вашему вопросу. Да. то этот сектор, который знает, который, я же единственный, боже упаси, понимаете, и я уже тоже память, память, память моя сдает, особенно то, что я кушал на завтрак, понимаете, это я совершенно забываю сразу. Леви память не годится, короче. Но, не, не, насчет временного правительства я все помню тоже. Вот. И обязательства. И о своем участии там тоже есть. Но, возвращаясь к этому, смотрите, вот этот сектор, что есть такие люди, понимаете, которые не могут сегодня сказать демократической партии. Думаете, например, только консервативные страдают от этой новой политической культуры? А если кто-то скажет, я бы хотел бы иметь другого, мне нравился когда-то тот же сенатор Джексон не хватает сегодня в демократической партии и многие другие, которых я знал лично много-много лет. То, нету таких, то что им остается? Им, конечно, остается вспоминать былое время, былые дни и, может быть, пассивность, они скажут, за этого мы не пойдем. Понимаете? Вот эта пассивность, что не будут, не будет так активно, так активно, скажем, как вышел народ и молодежь за Обаму в первый раз и второй раз. Понимаете? Вот этого, о том и говорили, понимаете, вот этот уровень энтузиазма сегодня в демократической партии, они платят за все эти трюки и выкрутасы, они платят тем, что нету этого энергетического заряда в народе. Есть непризис к Трампу, есть полно снарядов против Трампа, но это не говорит, что есть снаряды за нашего. А вот в том-то и дело, их объединяет исключительно неприятие и ненависть к Трампу. Но вы реально поставьте на чашу весов, условно говоря, что за ним стоит и что за теми, кто с вашей стороны приходит. Я не знаю, вот если уж человек объективно видит, что креатура от его партии или от партии, которой он сочувствует, ну никак не годна, почему бы хотя бы просто не пойти тогда голосовать? Правильно, вот просто не пойдут голосовать. Но более того, например, ведь есть у Трампа насчет афроамериканцев, латинцев и восточных свои достоинства. Впервые раз в истории вот есть эта ассоциация Black Colleges, а вообще-то они называются Negro Colleges of America, и они пришли к нему полтора года назад, и сказали нам нужна помощь. Он говорит, я вам помогу, но почему вы приходите каждый год? Они говорят, потому что нам не дают на пятилетку. Госплан демократической партии никогда нам не давал. В чем дело? Взял и он на пятилетку. Илья, извините, у нас осталось десять секунд для того, чтобы сказать спасибо. Я не знал в наше время. Что вам сказать? Что у меня вышло? У меня вышли веселые ребята. Одна книга на английском языке «Dance», а именно все о балете и о танце в человеческой культуре. Это декан Московского государственного университета. Зовут его Александр Лободанов. Это танец как система знаков и икон. Спасибо. Читайте, короче, книги из «Дайца Либерти», потому что мы уже выходим из эфира три часа. Спасибо вам, Илья. Будьте здоровы. До новых встреч. До новых встреч. Пока.